Всем привет! Это тот самый выпуск, в котором мы посмотрим последние результаты в премьер-лиге. Взглянем на таблицу, расписание и список лучших галеодоров. Начнем первую часть 19-го тура. Подсказка на вторую появится внизу в описании под этим видео в воскресенье. А в пятницу ЦСКА обыгрывает ТОС на 6-0. Что же помогло ЦСКА-то крупно выиграть? Оказывается, по словам Виктора Гончаренко, им помогли быстрые голы. Уже к 31-й минуте ЦСКА ввел в счете 3-0. Дуполь в игре сделал Виттинью. С учетом Лиги Чемпионов ЦСКА выигрывает уже в четвертой к ряду игре. Клуб в 20-м туре играет со Спартаком. А вот ТОС на за последние свои 4 игры 3 раза уступила. А в следующем туре еще игра с Локомотивом. В этот же день Арсенал принимал Спартак и уступил 0-1 на своем поле. Единственный гол на счету Глушакова, который забил аж на 90-е минуте. Арсенал уступает во второй к ряду игре. А вот Спартак уже не уступает в чемпионате 12 туров, 6 раз выиграв и 6 раз сыграв в ничью. После этих матчей и ЦСКА, и Спартак поднялись временно в таблице, пока еще свой матч не сыграл Зенит. Питерцы играли на следующий день и обыграли Урал 2-1. В первом тайме оба клуба обменялись автоголами. А решающий мяч на счету Кокорина, для которого это стал уже 10-й гол в чемпионате. Курьезный случай произошел в игре, когда Арбитр показал Кришета красную, а потом исправился и показал все же желтую. Урал уступает в третьем матче к ряду. В первом круге команды сыграли 1-1. Динамо выполнила установку на игру, так считает ее тренер Дмитрий Хохлов. Клуб в конце первой половины забил дважды и выиграл у Ростова 2-0. Динамо до этого 5 туров к ряду не могло выиграть. А Ростов за последние 10 туров уступает уже 7-й раз. И Локомотив играл с Рубином и выиграл 1-0. В конце игры забил Фарфан. На 80-й Рубин остался в меньшинстве. Навас в ходе второй половины получил 2-е желтые. 6 туров Локомотив никому не уступает, а Ростов 6 туров не может выиграть ни у кого. В прошлый раз команды сыграли в ничью 1-1. Было это в августе. 3-го декабря тур продолжится матчами Уфа-Амкар, Краснодар-Ахмат и Анжи-СКА. А следующий 20-й тур начнется 8-го декабря. Урал и Арсенал открывают его. 9-го Динамо-Анжи, Рубин-СКА, 10-го Амкар-Краснодар, Спартак-ЦСКА, это центральная встреча, и Ростов-Уфа. И 11-го Ахмат-Зенит и Тосна-Локомотив. 5-го декабря в Лиге Чемпионов ЦСКА сыграет на выезде с МЮ. А 6-го декабря Спартак с Ливерпулем. 7-го декабря Злин-Локомотив и Реал-Сосъедат-Зенит. Эти результаты также будут на нашем канале. Таблица Премьеры Лиги на вашем экране у Локомотива 42 очка. Команда на 6 очков опережает Зенит. 3-й ЦСКА 35, Спартак 4-й 34, Краснодар 5-й 30, у Ахмата 25. У трех команд по 24, это Уфа, Урал и Арсенал. У Ростова 22, у Мкара 21, по 20 у Рубина и Тосна. Динамо набирает 19, у Анжи 16 и у СКА 12 баллов. И завершим по традиции списком лучших галеодоров. Александр Кокорин забил свой 10-й гол. У Федора Смолова 9 голов, у Маркова и Промеса по 8. На этом пока что все, смотрите вторую часть завтра. И не забывайте каждую неделю смотреть Премьер Лигу на нашем канале. Не забудьте оценить это видео, пока.